19 января православные христиане отпраздновали День Богоявления. На крещение верующие вспоминают, как Господь впервые явил Себя миру. Согласно библейскому преданию, святой Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, после чего все услышали голос Бога Отца «Се есть Сын мой». Частью праздника стала воскресная торжественная литургия в Никольском храме. После службы настоятель храма, отец Дмитрий, произнес молитву на освящение крещенской воды. Сам и ныне, владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Служба собрала почти сотню жителей. После верующие наливали себе освященную воду. Тем, кто не смог прийти на праздник самостоятельно, помогли представители общественной палаты химок. Вместе с управлением социальных коммуникаций они организовали доставку воды маломобильным гражданам. Мы уже на протяжении ряда лет, традиционно, мы на общественной палате присоединяемся к акции, мы развозим крещенскую воду ветеранам, инвалидам, людям, которые не могут прийти в храм. По созданию здоровья. Одним из адресатов стала ветеран труда, академик Международной академии русской словесности и заслуженный писатель России Людмила Артемова. Ее книги можно найти не только в библиотеках химок, но и за пределами страны. В Абхазии, Белоруссии, Австралии и Германии. Пишет Людмила о людях, прошедших афганскую войну, а также детские рассказы. Гостей со святой водой встретила накрытым столом. Это великий праздник, конечно. Ну, в купели, конечно, люди купаются здоровые, будем говорить, телом, а мы здоровые духом, поэтому мы купаемся уже внутри своего сознания. Всего в этот день крещенскую воду на дом получили порядка 30 жителей городского округа.